Вы всю свою жизнь занимались исследованиями микроорганизмов, а последние несколько лет посвятили созданию устройства, которое может значительно уменьшать размер объектов, например, людей. И вот, оно наконец-то готово! Сначала вы хотите уменьшиться до размера большого пальца, чтобы увидеть некоторые микроорганизмы невооруженным глазом. А затем, после дальнейших экспериментов, вы надеетесь уменьшиться уже до размеров бактерии. Чтобы обезопасить себя, вы надеваете похожий на скафандр костюм, который оснащен системой жизнеобеспечения. Вы направляете на себя луч от устройства. Он должен изменить вашу массу и объем. Чтобы вернуться в прежнее состояние, вам придется встать на круглую платформу размером с хоккейную шайбу. Вы кладете ее себе под ноги, чтобы было легче на нее забраться, когда вы уменьшитесь. Нажимаете на кнопку и активируете машину. Ой-ой, что-то не так! Устройство выдает ошибку, и вы уменьшаетесь не до размера большого пальца, а становитесь в тысячу раз меньше. Размером с бактерию. Ну и ну! Вы теперь настолько малы, что ворсинки ковра, на котором вы стоите, напоминают гигантские деревья. Только без паники! Нужно найти шайбу, вскарабкаться на нее, и вы вернетесь к своим нормальным габаритам. Она же была прямо под ногами, всего в паре сантиметров. Но погодите, Что для вас теперь пара сантиметров, когда на кончике волоса может поместиться тысячи человек вашего размера? Вы решаете взобраться на ворс, чтобы посмотреть, где находится шайба. Вы не видите потолка комнаты. Это просто невозможно из-за ее огромных размеров. Вы окружены тысячами бактерий. Они такие разные по размеру и цвету. Однако вы можете выделить три основные формы. Шаровидные бактерии – это коки. Они могут сливаться друг с другом и увеличиваться в размерах. Цилиндрические бактерии в виде капсул, похожие на сосиски или бананы. Это бациллы. А спиральные бактерии называются спирилами. Кончики их тел покрыты волосяными ресничками. Бактерии необходимы для нашей планеты. Они помогают вырабатывать кислород и поглощают углекислый газ. Они очищают воду и воздух, переваривают пищу в наших желудках и улучшают нашу иммунную систему. Они ползают по всему ковру. Ну а вы начинаете подъем на ворсинку. По пути вам встречаются коки, которые выглядят как огромные картофелины и похожие на спагетти спирилы. Вы, наконец, добираетесь до верхней части ковра. Вам кажется, что процесс занял часы, но на самом деле прошло всего несколько минут. Чем вы меньше, тем медленнее идет время. Помните, как трудно прихлопнуть муху? Это потому, что она видит ваши движения, как в замедленной съемке. Итак, оглядываясь вокруг, вы видите бесконечный лес из шерсти. Вдалеке виднеется силуэт большой горы с плоской вершиной. Она кажется вам больше, чем Эверест. Отлично! Теперь нужно просто добраться туда живым. Вдруг снизу вас атакует огромная бактерия? Это несколько бацилл, которые соединены вместе. Они похожи на связку сосисок. Чтобы спастись, вы прыгаете вниз. Вы весите так мало, что вам не страшно прыгать с любой высоты. Вы бежите через густой лес и замечаете, что на вас охотятся почти все бактерии. Большинство из них едят органические вещества, например, глюкозы или углеводы. И прямо сейчас вам посчастливилось оказаться самым крупным источником углеводов. Более мелкие микробы прилипают к вашим ногам, рукам и лицу. Вы их стряхиваете и падаете. К вам приближается несколько бацилл, соединенных вместе. Ну а затем в них врезается круглый предмет с шипами, размером с футбольный мяч. Вы видите много таких шаров и понимаете, что это вирусы. Микроорганизмы, которые не могут жить отдельно от бактерий. Чтобы размножаться, они должны заражать живые существа. Итак, вирусы проникли в бактерию. Другие бактерии, которые вас преследовали, тоже подвергаются нападению. Вы видите гигантскую бактерию, похожую на пассажирский Боинг без крыльев. Это разновидность коков. Несколько больших прикрепленных друг к другу шаров, готовых вас съесть. Вы видите, как маленький колючий футбольный мяч проникает внутрь тела бактерии. Она дрожит и замирает. Через мгновение в ней появляется дыра. И оттуда вылетают сотни тысяч вирусов. Они повсюду и ищут себе новое место обитания. Колючие шарики приближаются к вам на большой скорости. Вы хватаете кусок ворса и размахиваете им, как бейсбольные биты, сражаясь с вирусами. Ваша бита ломается, и вы убегаете. Похоже, теперь вы в безопасности. Вы ступаете на огромное поле, заполненное исключительно бактериями. Вы понимаете, что это маленькое пятнышко на ковре, которое вы случайно прожгли несколько месяцев назад? Здесь миллиард микробов, и они размножаются с огромной скоростью. Одна бактерия увеличивается в размерах и распадается на две. Через несколько минут эти две бактерии также вырастают и делятся. Теперь их четыре. Колония бактерий растет в геометрической прогрессии. При таком быстром размножении одна бактерия может создать потомство весом около тонны всего за 24 часа. А через пять дней бактерии смогут заполнить все моря и океаны. К счастью, скорость, с которой они делятся, равна скорости их уничтожения. Сухость, солнечный свет, высокая температура, влажность – все эти явления контролируют популяцию микробов. В идеальных условиях бактерии могли бы захватить мир. Вы пробираетесь через поле микроорганизмов. Крупные бактерии поедают тех, что поменьше. Они размножаются и уничтожаются. Это кипящее море жизни. Вы чувствуете, что ваша нога застревает в чем-то липком. Прямо под ней из земли выползает большая сферическая бактерия. Она связана с другими бактериями и не имеет определенной формы. Штука, похожая на бесформенную, пульсирующую биомассу, начинает вас обволакивать. Такое ощущение, что вас поглощает теплое желе. Бактерия сжимает вашу грудь, и вам становится трудно дышать и двигаться. В этот момент в бактерию врезается нечто похожее на металлический винт. Затем оно вонзает в бактерию большой стержень с бриллиантом на конце, а после этого несколько тонких гладких ножек, похожих на изогнутые иглы, тоже проникают внутрь бактерии. Все эти детали объединяются и превращаются в странное существо внутри микроба. К одному концу винта прикреплен алмаз, а к другому прицепляются ножки и иголки. Несколько десятков таких созданий формируются в теле бактерии и образуют армию роботов. Вскоре все эти существа вырываются из маленького отверстия в бактерии и раздирают микроб на части. Вы убегаете, пока вокруг царит хаос. Маленькие роботы с бриллиантом вместо головы относятся к вирусам бактериофагом. Несмотря на свой внешний вид, они не искусственного происхождения, а созданы природой. Цель бактериофагов – атаковать и уничтожать бактерии изнутри, чтобы размножиться. Эти существа окружают нас повсюду и контролируют популяцию микроорганизмов. Когда бактерии размножаются внутри человеческого тела, они оставляют продукты распада. Эти вещества вредны для организма, поэтому с ними приходится бороться. Иногда бактериофаги помогают врачам избавлять пациентов от вредных микробов. Они не нападают ни на что, кроме бактерий. И теперь вы видите сотни миллиардов бактериофагов, которые уничтожают миллиарды бактерий. Ходячие бриллианты прыгают на бактерии, погружая в них свои головы. И высвобождают генетический код – отдельные части, которые собираются в новых бактериофагов. Вы продолжаете путь, и на всякий случай берете с собой несколько этих бриллиантов. Дорога длинная, но через несколько недель вам, наконец, удается добраться до шайбы. На самом деле прошло около часа. Вы измучены, но нужно взбодриться. Шайба такая высокая, что ее верхушки не видно. Вы не можете спать, потому что рискуете проснуться внутри какого-нибудь микроба. Вокруг много бактериофагов, но вы не хотите рисковать. Вдруг воздух сотрясается от оглушительного грохота, как будто прямо над ухом работает турбина самолета. Вы поднимаете голову, увидите существо размером с целый город, которое приземляется на ковер с неба. Оно хлопает крыльями, издавая тот самый шум, а его крылья вызывают настоящий ураган. Вы хватаетесь за ворсинку, чтобы вас не унесло потоком ветра. От существа неприятно пахнет. Одна из его лапок напоминает большой небоскреб. Вы понимаете, что это муха. Вот ваш шанс добраться до шайбы. Большие оранжевые глаза, разделенные на тысячи частей, похожи на две планеты. Вы забираетесь на кончик лапы мухи. Насекомое взлетает, и вы крепко за него держитесь. Ковер удаляется, и с высоты вы можете разглядеть верхнюю часть шайбы. Она такая широкая, что круглого края даже не видно. Вы отцепляетесь от мухи, падаете, сталкиваясь в воздухе с миллионами бактерий. Наконец, вы приземляетесь на твердую поверхность шайбы. Устройство активируется, и вы возвращаетесь к своему нормальному размеру. Это хэппи-энд. Скажите спасибо мухе!